Ты плохая мама. Другая мама лучше тебя. Что делать, если ребенок говорит так? Спасибо за вопрос. Это очень болезненный вопрос для родителей. Он очень обиден для родителей. И мама может сказать, почему ты так говоришь, что я плохая мама, мы купили тебе велосипед на прошлой неделе. Нужно понимать одну вещь. Если ребенок говорит это в ярости, когда ему что-то отказали, он вне себя, то что-то начинать доказывать в тот момент, когда человек разъярен, это пустая трата времени, ничего не докажет, только доведете себя его до истерики. Сделайте вид, что вы ничего не заметили. Когда он немножко успокоится, можно ему сказать. Или в тот момент, когда он это заявляет, не в ярости, но ему обидно, почему вот другая мама что-то разрешает, а его мама разрешает, или вот другая мама, она что-то такое делает, она с детьми рисует, или она ходит с ними каждый день обедать в парк, а ты все время дома, понимаете? Но это не в ярости. Это ему обидно, ему непонятно, почему вот его мама такая. Если это так, то можно ему сказать, во-первых, мама должна сама знать, что она хорошая мама. Каждая мама, она хорошая мама. Если мама все время живет с чувством вины, что она плохая мама, что она делает не только ей очень тяжело, очень больно, очень горько, будет услышать этот ребенок, она не сможет это ответить. Но каждая мама должна понимать, она делает то, что в ее силах. И в тех условиях, в которых есть, она хорошая мама для своего ребенка. Она самая лучшая мама на свете, даже если она не совершенна, она не идеальная. Но она хорошая мама. Это очень важно в себе. Понимаете, такое внутреннее спокойствие и внутреннее сознание, я такая, какая есть. Конечно, нужно стараться, улучшить, если что-то нужно, не срываться, не кричать. Но по сути, по своей природе, каждая мама, она хорошая мама. Она делает то, что в ее силах для своего ребенка. И сказать, может быть, я не такая мама, как та, у той мамы так, а у меня так. Но вы должны быть внутренне спокойны с этим. Есть мамы, которые говорят, у которых очки, а у меня нет очков. Есть мамы, которые умеют танцевать, а есть мамы, которые умеют плавать. Есть мамы, которые умеют рисовать, а есть мамы, которые ходят в поход. У той мамы что-то есть, чего нет у меня. У меня есть что-то такое, чего нет у той мамы. И говорить об этом совершенно спокойно, что такова природа вещей. У тебя есть что-то, чего нет у другого мальчика, но у него тоже есть, чего нет у тебя. Но давайте ему конкретные примеры. Конкретные примеры, и если вы даёте ему конкретный пример, напоминайте ему то, что у него есть, то, что вы с ним делаете, не в претензии, не в ультимативно, а в констатациях фактов, ведь правда? А у того этого нет? Ну, с другой стороны, есть что-то, что нет у нас? Такова природа вещей. Если вы спокойны с этим, воспринимайте это без чувства вины, без горечи внутренней, потому что так устроен мир, и такова природа вещей, то и ребёнок воспринять это точно так же. Спокойно, такова природа вещей, таковы все родители. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok